окончательно и без поворотно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате дети плесени запасайтесь булками готовьте лимона друзья мы продолжаем наше приключение и у нас с вами шестая глава которая называется обряды мы находимся у окошко и вы его ты тут и что это за молчание а ну уже его не молчи спит еще добыть не может уже покинула свою нору ежели слышишь меня дай знать постучать что ли ну слушай ну правда прекрати прятаться от судьбы то не убежишь похоже никого и куда ее унесло а кажется она упоминала что нередко покидает келью дабы пообщаться с разной ребятней может стоит поискать неподалеку почему с тобой всегда столь сложно а ну вот допустим а нам даже показывают где ее искать ну возле дерева там где мы в прятки играли я думал просто походить поискать везде здесь детей у всех поспрашивать ладно тогда сразу идем туда куда нужно ребята а не видели ли ежевику не видал ее сегодня а так она же всегда за домом писаря играла с нами помнишь там то наверняка есть писаря писаря шутишь что ли с роду там не бывал во дворе косого дома играли все время с ней нет же у косого дома мы играли в праздник быка ежевик это праздник быка не любит как раз наоборот я ж точно помню она все с ногом соревновалась в быка вспомни когда это было она ведь из-за нока и перестала играть он ее выигрывал без конца с ноком у косого дома и играли тогда чего ты мне голову-то морочишь да нет же да какой такой нет если да да точно тебе говорю нет да да ой ну ты ебал бес ах вот ты как а я с тобой не разговариваю тогда как тебе показывать язык ой да пожалуйста бла-бла-бла я тебя не слушаю как же все ты слышишь бе-бе-бе-бе-бе ха-ха-ха ладно давайте оставим их наедине похоже придется проверить оба места откуда бы начать в принципе что у нас поближе по расстоянию примерно одинаково ну давайте сходим наверное вниз или все таки за дом писаря сходим или давайте вниз сначала сходим это было забавно колдунья вот и ты помоги пожалуйста некому больше бес ко мне подсел жизни не дает так вот и залез в мою шкуру шлет кошмары до тревоги ликопади опять постарался вечно на этого лику наговаривает найдется чем уплатить за работу а с меня спросу нет клыки все растратил на обереги ну помочь ему у нас варианта в принципе нет мы только ему отказать можем только ну тут два варианта отказа вот я не очень даже как бы понимаю это два практически одинаковых варианта нет уж даже не проси ну пожалуйста 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 хотя можем согласиться давайте поможем ему если нам такую возможность дают я думал нельзя а нет смотрите есть ах так и быть избавлю тебя от этой напасти сделаю по простому немного приготовлений заговор поиски его нельзя откладывать так давайте нашепчем заговор нужно приготовление она говорит немного приготовления может быть по порядку нужно ну давай тогда закрывай глаза это точно надо мне страшно да закрывай уже закрыл рассыпем круг ведьминой пыли противовусолонью на злобесовскому роду наложим руки ты чего да тихо ты нашищем заговор духи страшного черного леса недоброй природы земли порождения бегите покуда не знаете гнева ведьмы которые чуждо снисхождение мыслю порву ваши жалкие нити огнем одарю ваше мнимое тело в пыль разобью злонамеренья клейте и пеплом развею вас по ветру смело не очень просто одновременно вот так вот и читать и еще нажимать кнопки ну вот и все ох и полегчало мигом вот ведь ты мастерица мне даже отплатить тебе нечем скажи хоть как тебя звать меня мланник зовут а я кирфил ну будем знакомы я пожалуй пойду да укроет земля твои следы до встречи мне ему помочь на самом деле не жалко как бы ну ничего такого страшного помочь ему так налево идем а там потом вниз угу ну конечно я притащилась не туда ох если у дома писаря ее не окажется я точно этих бесенышей прокляну ну ну я так и предполагал что она не здесь потому что ну там понятно из разговора что у мальчика воспоминания уже старые просто я хотел посмотреть что здесь ну а вдруг пропустим что-то интересное а ты ведьма братцу моему помогаешь тому парнишке у колодца это твой брат он самый ты давай это прекращай он и так у меня балбеса ничего сам не может думал он хоть за что-то возьмется но нет вечно над ним все трясутся как над карапузом а он еще даже посвящение не прошел на тринадцатое это лето и какой спрашивается из него выйдет охотник я все сказал глаз тебя теперь не спущу ну будто ты мне что-то сделаешь так он меня попросила помощи я ему помог и плевать мне что тебе не нравится и куда я опять притащилась пора поворачивать назад стоп почему назад сюда ведь не поняла почему не сюда обойти может с другой стороны нужно что ли а за дом наверное имеется ввиду вот так вот обойти а вот сюда и вот да да она тут третьего имени была она благословена полной луною долго и молчаливо сидела она наблюдая за бурным потоком он нес с собой сучья и разбивался об острые камни и дрожь ее все не прекращалась ибо не знала она того что ждет впереди но помнила что наречена избранница и потому обязана была совершить сие деяния и вот чувствуя мягкий взор луны на своих плечах ощущая ее материнскую ласку она наконец преисполнилась решимость и бросилась в ручей альца правда сделала это ради нас конечно пережили бы мы ту весну если бы не она а что дальше не останавливайся удивительно наследица корней сокрытый от глаз рассказывает истории детворе а они даже не ведают кто скрывается за деревянной маской прямо таки приняла себя роль благостного духа сколь вы нетерпеливая и так альца оказалась в воде поток тотчас же обхватил ее холодными пальцами и потащил далеко далеко столь долго провела она под водой влекомая рекой что потеряла еще дня она чувствовала леденящие касания неистовых вод на своей коже чувствовала как ее нарядное платье невесты изрывается в потоке камней и кроих веток и испугалась как может она избранная дева предстать перед женихом в таком виде что если он отвергнет неряху неожиданно она увидела стаю небольших карпов плывущих рядом кто ты и что делаешь в нашем царстве спросил карп я желаю увидеться с вашим царем владыка речных вод вот великим полозом видите меня к нему женой ему буду ответила альца наряд твой совершенно негоден сказали строгие карпы и поднесли ей венец из белых лилий и платья из речной тины когда предстанешь пред владыкой скажи что сын и рек благословили тебя сими дарами она ощутила как изменился речной поток воды стали мягче и теплее долго ли и коротко ли плыли они среди этих вод да оказались наконец в широком русле и узрела она пред собой речного владыку что раскинулся всюду куда глаза могли дотянуться кто посмел тревожить мои устья молвил владыка ты здесь нежеланная гостья дитя почвы возвращайся на твердую поверхность и вспомнила альца волшебные слова что должна сказать избранница земли с не спустилась в глубокие воды стоит перед тобой честна и невинна несу на себе дары сынов твоих потому ты выслушаешь меня воля твоя сильна говори дитя и солгала она тогда владыке терзая собственную душу матушка моя захворала и лишь тина из глубин речных сможет помочь ей служить тебе готова покуда мне не снискать все лекарства но лишь десять зим отведено мне землею десятой весной я воспряну извод и ты забудешь обо мне а я тебе право речи твои горькие но краса твоя необъятная подплыви поближе дитя могучей земли тогда приобнял он юную деву в три кольца и промолвил оставайся ты здесь будь моей женой храни мой кров ибо все реки покорятся тебе как они послушны мне дели со мною ложе ибо тридцать три года был я одинок и оттого гневлив рассеивай тревоги мои и приумножай радость ибо чем счастливее я тем спокойнее мои воды проживем с тобой добрых десять лет и вернешься обратно к солнечному свету и своим родным карпы верные мои посланцы поднесут в твой дом любые дары рек ибо будут дары сии и твоими по праву альца кивнула в ответ с тех пор живут они счастливо душа в душу а река ежегодно разливается наполняя землю живительной влагой и принося нам щедрый урожай вот такой счастливый конец а когда она вновь родится на земле вот уже девять зим живет она женой у великого полоза это последний год ее пребывания в речном царстве о кирвь рада твоему визиту идем нам многое нужно сделать сегодня не позволяешь мне расслабиться так что ж твои стремления без сомнения оправданы ежевика а это кто а ты знаешь ведьму да прошу не страшитесь ее она никому не навредит больно надо меня сегодня обременяют неожиданные хлопоты потому придется отлучиться ничего страшного вскоре продолжим но ты обещала рассказать о лекаре который своровал у самой смерти рецепт черного молока ага мы хотим послушать да я подвела вас простите но в следующий раз но ты говорила что сегодня поведаешь прошлый раз то а ты тоже самое и сказала точь в точь ну пожалуйста а кирфилл мы можем слегка задержаться разве могу я так подвести малышей ну мне тоже на самом деле любопытно послушать ой да черт с тобой только быстрее ура ну рассказывай благодарю итак внимайте мои нетерпеливые слушатели расскажу кратко потому не возмущайтесь жил был знахарь по имени сердовек и задумался как то он узнать секрет смерти от чего люди умирают и от чего каждый раз рождаются вновь решил он тогда отправиться к самой самой спящей смерти в ее царство где как не там хранятся ее тайны друзья дали ему в дорогу три пары деревянных сапог три железных посока и три каменных просфоры на рассвете обратился он к солнцу великая светила символ возрождения повелеваю покажи мне путь в царство спящей владычицы и ответила она покажу тебе путь храбрый юноша следуй за мною в место где был я погребен уже не одну тысячу раз последовал он за солнцем в сторону заката тридцать три раза родилось оно пока шел он трое сапог стоптал три посоха стащил и все три булки сгрыз и пришел он тогда в аккурат к закату к большущей лисии норе в земле и видит солнце в нору погружается он и за ним ого там нора ты слышал лисия нора шел он по темным тоннелям и слышал ох где же ты дрожайшая сестрица тьму приносящая сотню лет следую за тобой по пятам а никак не нагоню вдруг оказался ни с того ни с сего на лугу и видит солнце встает и тут схватили его огромные кроты размером с человека и повели куда-то пришли они в огромный золотой дворец куда щавая владычица а герой не стал ждать и тут же попросил как тебя звать хилая царица я владычица болезнь а ты чую здесь совершенно не к месту что ж раз здесь будешь у меня слугой не служить я пришел знаю зелья у тебя есть что людей жизни лишает дай мне его я тебе больше не потревожу ишь какой нахал возмутилась она где твои манеры юнец пришел в мой дворец свой смрад принес в мой дворец свой смрад и требуешься царице ее сокровища а впрочем вновь обратилась она к молодцу помоги мне поймай луну с ночного небосвода коли управишься за ночь получишь склянку желанного зелья и достала из-за пазухи заплесневевший сосуд а ежели не сдюжишь отправишься во своя ситаков и согласился знахарь на столь манящее предложение не знал он еще что лихая царица его обманула вышел он на закате в чистополе взяв с собой мешок в три версты и гарпун в три сажени принялся выжидать ночное светило раз засияла луна на небе он приготовился было разить цель гарпуном но только замахнулся как услышал ее пронзительный шепот не трогай меня сердовек не вред научен нести твои искусные руки придет день и воздастся тебе за милостердие не убивай пощади луну слушайте молча проявите уважение к рассказчице пощадил он луну и воротился к владычице с пустыми руками в гневе была она три дня и три ночи выло нутро земли пока злая царица сращалась нахаря пытками что последует за его дерзновение ого и когда владычица потянулась к нему костлявыми пальцами дабы вытянуть душу поднялось из земли красное солнце и засияло втрое сильнее обычного слепя очи царицы и все ее свиты сердовек не растерялся тут же бросился и выхватил у нее столь желанное зелье и побежал за убывающим солнцем дабы вернуться из подземного царства неся на шее украденное сокровище вот сказочке и пришел конец благодарю за внимание здесь я вас покидаю спасибо завтра дождать тебя конечно куда вы без меня спрыгивает с бочки прости за задержку но спасибо что позволила хорошие сказки учат ребята правильным вещам хотя вот эта сказка которая учит воровать не очень если честно покуда идет обучение я в твоих руках а с тобой можно нет идем в мою избушку начнем изучение ведьминых обрядов завтра ждала им уложилось ли что-нибудь из вчерашнего в твоей голове? Ну, вперед, вопрошай. Откуда берется в нас колдовская сила? Черпаем мы ее из горящей колдовским огнем плодов, подпитываемыми пламя внутри. Ибо в любом, кто рожден под звездой ворожбы, с младенчества искрятся угольки сего пламени. Ну, в принципе, да. Ты очень точно передала сущность магии Молодчина. А для чего сестрам полезны сивые слезы? Они очищают нутро от грязи, от червей, духов недобрых. Стоит употребить достаточное количество, как на душе становится легче, отчего колдовство крепчает, а тело непременно покидает любая отрава. Правильно, но это не все свойства слез, так? Употребив большое их количество, можно избавиться от всего, что терзает твою душу и твое тело. Любая дрянь в этом случае бросает страдающие от боли тела. Молодец. Следующий вопрос. Ты помнишь ведьмина румяна? Конечно. Те, что красные, горящие чудным огнем изнутри. Правильно. Сколько тебе разрешено принять в первый раз? Ну, что еще за задумчивость? Только попробуй меня забыть. Одну? Хвала богам, я была испугалась. Или две? Что? Однозначно ты говорила об отсутствии эффекта от недостаточного количества ягод. И лишь помню, что много их употреблять запрещено. Следовательно, одна или две. Неверно? Прости, я... Ты ошиблась. Ошибка небольшая и вместе с тем совершенно непростительная. Я старалась запомнить. Мало старалась, значит, ма-ло. Прошу, не кричи. Дело в твоей же безопасности, в твоем добром здравии, о котором ты так сокрушалась вчера. Значит, все же две? Две? Съела бы две, сразу бы сожгла себе нутро. О, боги мои, это же чудовищно. Прости, конечно, за подробности, но я не представляю, как иначе тебе объяснить цену ошибки. Нельзя новенькой есть больше одной румяны. Заруби это себе на носу. Зарубила? Не слишком ли я к ней строга? Столько криков, а есть ли прок? Но как иначе ее убедить? Она обязана знать все на зубок, иначе мы пропали. Ива кивает. Когда придет время, ты будешь рядом со мною. Защитишь от совершения непоправимой ошибки. Я сделаю все, что мне позволено. Но ты должна запоминать еще усерднее. Если у тебя сейчас проблемы, что будет дальше? Мне еще о многом нужно тебе поведать, так что, пожалуйста, будь внимательнее, не только твоя жизнь на кону. Вновь прошу простить худую мою память и дрожь в голосе. Слова тобою сказанные ужасают неимоверно, но я уверен, в этот раз запомню, сомнением больше места нет. Лишь так поборю о своей страхе. Ой, хорошо, что нас не заставили выбирать правильные ответы, потому что, я думаю, я уже что-то и подзабыл даже. Вот, садись на скамью. Сегодня научу тебя простейшим рецептам. И запоминаю. Да-да, не смотри на меня так. Выкладываем на стол необходимые для обрядов предметы. Достаточно будет поведать лишь о ведьминой пыли, но сперва можно кратко рассказать и о чем-нибудь еще. Я бы предпочел обо всем рассказать, потому что, ну, а вдруг понадобится это все? Ну, давайте о косточках вначале. Иногда мы заговариваем косточку и режем на ней руны. Это может быть заговор на удачу, на любовь, на защиту от нечистой силы. Все, можно на кости уместить. Боюсь и помыслить, где вы их берете. Можно попросить у могилки, у нее всегда за пазухой найдутся старые останки. Постой. Жрица хранит при себе кости. Да я-то как-то пыталась ее отговорить, но она едва ли слушала. Она же у нас суеверная, никуда без своих оберегов. Она, должно быть, понимает нечто сокрытое от нас, будучи ближе граница. Ну, может быть. Я бы, конечно, хотел бы уговорить ее отказаться от этой мишуры, маски и так далее, но не хотел бы вот таким вот тоном обзывая ее и так далее, настраивая против нас. Если честно, вот не очень мне этот вариант ответа, просто нравится. обзывать ее? Ладно, просто скажем, может быть. Носить такую на себе надлежит неотрывно, коли уж хочешь получить желанный результат. Она обязательно должна касаться кожи, передавать тебе часть заговоренной силы, потому носит их обычно как ожерелье. обременять шею омертвевшими останками отвратительно. Ну, на что не пойдешь ради воплощения в жизни своих стремлений? Какие заговоры мы шепчем и как режем руны, поведаю позже. Процессы скажу не из простых. Теперь о монетке. Видела когда-нибудь подобную вещь? Это медное колесо назовется монетой. Я читала о них, отчеканина множество поколений тому назад. Никто не знает, каким образом талисманы эти использовали всемогущими предками. За это время она налилась колдовской силы и теперь помогает нам в ритуалах. Коснись, почувствуй, этот леденящий огонь. Мурашки по коже. Один из ритуалов я, пожалуй, тебе раскрою. Ритуал становления удачи. Так вроде бы Лира его кличет. Взгляни на нее, изучи каждую царапинку на ее ребре. Запомни мерцающие переливы ее рельефа. Запечатлей в памяти обе ее стороны. Подбрось в воздух и представь, как монета падает одной из них. Покуда твоя воля достаточно сильна, ты сможешь предвидеть выпавшую сторону загодя. Ежели получится предугадать результат четырежды в ряд, преисполнишься удачей через край. В общем, замечательная вещица в хозяйстве и только нам, ведьмам, она покорилась. Удача тебе явно пригодится. Могу дать эту драгоценность на пару дней дабы ты получилась. Благодарю. Обязательно попробую исполнить ритуал. Право удачи мне сейчас необходимо как никогда. Ну, думаю, думаю, ей сейчас нужнее, чем нам все-таки удача. Поэтому пускай монетка у нее, если что, побудет. Ну и теперь мы подошли к ведьминой пыли собственной. А это ведьмина пыль. Самая важная для нас субстанция, потому как используется почти в любых ритуалах. Готовится просто, жаль, только слишком уж медленно. Высушиваем листья фавца, размалываем их, ступу можешь попросить у лиры, добавляем соль, залу и растертую муку кость. Человеческую, естественно. Кость, конечно, достать возможно, например, попросить у могилки. У нее всегда за пазухой найдутся старые останки. Но на их место костей берем... Но на их место костей берем... Не понял. Либо вместо костей берем земли с сухого поля. Работает соль же эффективно, наверное, потому, что за годы напитана сила лежащих в ней костей. Все остается лишь засыпать в мешочек и потрясывать, нашептывая очень-очень нежно. Засыпай, трава сухая, отворяю мертвых очи. Хворост соберу я утром и рассею пепел ночью. Мать природа покорится. в землю лезвия вонзится, пыль лихая одурманит, кровь и горя ведьмя явит. Ух ты, надеюсь, запоминать это не нужно было. как она это запомнить-то сможет? Кажется, запомнила. Что, правда? Еще раз. Фавец, зола, соль и земля. Ну, если нет костей, тогда земля. Фавец, зола, соль и земля. мля. Укладывается что-нибудь в голове? Едва ли. Опять? Не поняла, объяснись. Прости, конечно, но для меня это совсем непросто. Стоит мне попытаться уложить в памяти очередной кусочек оккультного знания, ты тут же переходишь к следующему. право, ты уже подвергаешь меня великому испытанию. Великое испытание? Это? Насколько же ты слаба? Неужто и впрямь не сдюжишь, как придет твой черед? Нет, ну здесь на самом деле это не зависит от колдовской силы. Тут не в том плане, что она слаба. Тут попробуй ты запомни это заклинание. Заговор такой, ничего себе, я уже забыл, что там было фавец, еще что-то и так далее. Там соль, земля, если нет кости, что-то еще было, порядок уже тоже забыл, а заклинание, ну как так можно запомнить? Да, ведьмой быть сложно, учитывая, что читать они не умеют и писать соответственно тоже, поэтому взять и просто записать себе на бумажке подсказку, шпаргалку, она тоже не может. Книжку с заклинаниями тоже сделать она не может. Вот так вот. пойми и ты меня тоже, я обязана выучить тебя всему, а если ты не справишься, вся вина ляжет на мои плечи. Постараюсь. Мда, решительный настрой как рукой сняла. Пожалуй, пора рассказать тебе, как этой самой ведьминой пылью пользоваться. Готова внимать. В первую очередь следует поведать о прорицании, остальное смогу объяснить позже. Нет, я хочу обо всем рассказать. Давай вначале про сглаз. Знаешь ли, некоторые из тех побрякушек, что ты надевала, страшась моей, якобы злой воли, созданы, чтобы защищать от сглаза? Каждому известно, дурной сглаз ранит страшнее острого копья. Сглаз это сказки, придуманные, дабы очеренить наше сестринство. Подобный бред только побуждает народ от нас отворачиваться. Думала, им только малышню стращают, а казалось, сама владычица такому учит. Ей это ведомо, сомнений нет. Артефакты сии хранились в моей келье десятки зим, и носила их я в ходе многих циклов. Быть может, в веках потерялся истинный замысел их созидателя, или сглаз, как талант ворожей, канул в лету. Пора бы этим сказкам уже кануть в лету. Сколько поколений живем? Этот бред еще ходит по головам. Лично мне тяжело поверить, будто дурной сглаз лишь байка простецов, однако я понимаю твою фрустрацию. Сколько еще таких вот вымыслов появится, когда наш круг исчезнет? Найдутся же дурни, кто навыдумывает чепухи. Может, наши кости с годами разойдутся на магические брелки? Череп последней ведьмы как звучит? И мои костяшки тоже будут болтаться у кого-то на шее. Что же, со сглазом надеюсь все понятно. Ива кивает. Хорошо. по поводу проклятий. Расскажу о проклятиях. Это вещь довольно обыденная, ведьмы как накладывают, так и снимают их. Это мне известно. Чаще всего, конечно, нас просят их развеять, когда какой-нибудь бездарь селится проклять своих недругов и сооружает жалкую пародию настоящего алтаря. Едва ли это вообще эффективно, но в любом случае неприятно. Можно меньше бесполезных деталей? Ладно, вот ритуал проклятия. Мы разжигаем смолистые благовония, очищаем глани особым маслом и режем маленькую яркую или ягненка на усладу духом. Запомни, в молодой кровушке сила. Главное, нацедить ее побольше, желательно намазать ладони, можно и лицо. Духи, как почуют молодую кровь перемешку с ладаном, вмиг обомлеют и на все пройдут ради нас. Тут мы велим травить неугодную душу. Очень просто кровь, масло и ладан. Все, что нужно для обряда. Чтобы дух не прекращал, мы кладем свежие внутренности на порог дома того бедолаги или под окно. А лучше, конечно, и туда, и туда. Мерзость. Нет, мерзость это к тебе, когда тебе вилят снег проклятия. Когда очередной дурень вдруг сколь же много в тебе ненависти к соседям. Хм. Не очень-то и много. В общем, рассеяв проклятие, тебе придется собственноручно похоронить внутренности гниющие на пороге и облепленные личинками. Ива закрывает маску руками. Фу! Да-да, и без перчаток. Заговоры и подробности расскажу позже, пока нам хватит. Действительно, хватит. Ой, похоже, меня сейчас ушло, кажется. Замечательно. Ну что ж, теперь о прорицании. Может, не стоило ей про проклятие рассказывать, но на самом деле мне тоже было любопытно про это посчитать. Пора тебе узнать о пророчествах. Колдовская пыль приоткрывает нам завесу судьбы и показывает, что грядет в жизни конкретной души. Для ворожбы нужно лишь иметь сосуд с чистой водой, горшок, кувшин или ведро, все сгодится. Прежде чем начать, вода должна иметь частицу того, чью судьбу мы пытаемся пророчить. Достаточно лишь капли слюны, крови или пота, не важно. Главное, что образуется незримая связь, которая... Прошу, останавливайся хоть иногда. Уж прости, конечно, но этого мы позволить себе не можем. Боги мои, для начала ты силой бросаешь горсть пыли на поверхность воды. Небольшую. Не стоит всю гладь пылью застилать, при этом поговаривая тихонько. Мать земля, отвори предо мной чужую судьбу. Хозяин воды, пусть звезды нашепчут мне волю твою. Для начала этого тебе хватит. Давайте подождем. Нашепчут мне волю твою, пусть нашепчут мне волю твою, звезды, звезды нашепчут. Давайте повторим. Мать земля, отвори предо мною чужую судьбу. Хозяин воды, пусть звезды нашепчут мне волю твою. Ио кивает. А вот теперь продолжаем. Здесь начинается самая сложная часть. Ежели сделано умеючи, боги явят тебе судьбу избранного человека, заставив пыль упасть особым образом. Тебе нужно истолковать получившуюся форму. Пока научу только простейшим интерпретациям. Тут легче показать, нежели чем объяснять. Гляди на поверхность, попробую изобразить эти фигуры. Рассыпь, маску или змея. Давайте покажем рассыпь. Первый вариант множества отдельных пятен без каких-либо конкретных очертаний зовется рассыпью. Означает, что вскоре можно ждать щедрых даров судьбы, богатого урожая, успешной охоты. Все, что необходимо, будет в избытке. Широкая рассыпь гарантирует невиданное богатство, но если рассыпь состоит из больших комьев, значит откусишь больше, чем сможешь проживать, а потому жди беды от нежданно явившись в благ. Так, Ива активно кивает, значит понимает хорошо. Покажем маску. Следующая фигура маска. Это любое большое пятно, что хотя бы относительно круглое. Маска двоякая фигура. Хм, здесь интересно. Но давайте наверное об этом говорить не будем. Продолжим рассказ о маске. Она говорит о некой тайне, которая вскоре будет раскрыта и приведет к необратимым переменам. Дыры на маске очи. Чем больше их смотрят, тем больше людей они знают. Чем шире они глядят, тем страшнее правда. Одновременно с этим маском может означать начало нового этапа жизни. Быть может расставание со своей парой, раннее омена для себя или близких. Об этом свидетельствует малое число крохотных по размеру глаз. По форме маски и положению глаз судят о том, как скоро произойдут эти страшные перемены. Такую маску зовут очи мертвеца. Продолжим. Посмотрим на змея. Еще одна простейшая фигура змей. Очевидно, это вытянутое пятно. Пророчит скорую беду, притом неизбежную. Чем меньше пятен кругом, тем страшнее беда. Чем длиннее извилисти, тем труднее будет от нее оправиться. Страшнее всего, когда на поверхности оказывается один лишь только змей. Так боги дают понять, что бросают человека на произвол судьбы за его деяние, а потому впереди ждет лишь крах всех надежд и мечтаний. боюсь, будто навлеку на себя подобную участь. Ты делаешь все правильно. За что тебя так наказывать-то? А если я оступлюсь? Или что хуже, если я в этот самый момент совершаю непоправимую ошибку, находясь здесь? Ну нет, сомневаться сейчас уже поздно. Не судьба ли направила тебя сюда? Всех хитросплетений судьбы нам, к сожалению, не дано понять. И все же полагают и права. Вновь меня обуял порыв сомнений. Прошу прощения. Когда же это прекратится? Что ж, тогда продолжим. Кольцо Отдельным вариантом змея является змей, кусающий себя за хвост, то есть кольцо. Это как раз благое знамение, означает, что за порогом непременно ожидает удачи. Если кольцо неровное, значит, также впереди ждут трудности, что потребуется преодолеть, дабы достичь успеха. И точно так же, чем меньше вокруг пятен, тем значительнее успех. Замечательное знамение, ибо жизнь кольцо, а у кольца нет конца. Едва ли столь уж замечательное, а по опыту скажу, лишь один из нескольких дюжин достаивается подобной почести владык. А какие же знамения случаются неспосланные нам чаще других? Дурные, Ива, дурные. Прямо как в случае со мной. А почему так выходит? Как вышло, что нас преследует злая судьба? А черт знает, может времена сейчас такие, век всяческого лиха. Исключено, при матушке жить стало лучше, всем с ней неизвестно. Ага, всем, кроме подобных мне. Все, отвлеклись на ерунду, пора продолжать. Перейдем к следующей теме. Нам еще многое предстоит сегодня узнать. Научения продолжаются до самого вечера. Давай все же проверим, отложилось лишь что-нибудь в твоей памяти. Ива кивает. Я должна быть строга, иначе Ива никогда не поймет, какая на нас лежит ответственность. Маска, расскажи мне об этом знамении. Маска ознаменует начало новой жизни. Великую потерю, значительные перемены, либо обретение нового тела. все отверстия в ней глаза. Это лишь одна из интерпретаций, другая. Ой, только давай без этого. Я не запомнила. Боги мои, что мне с тобой делать? Извини, право, я старалась, но сей обширный массив оккультного знания я просто не в состоянии заучить в столь короткий срок. Какая же бестолочь свалилась мне на шею. Уже ли отец мудрости задумал испытать мою терпеливость? Боюсь, я не справлюсь. Не гневись. вот даже не знаю, что правильнее здесь выбрать. с одной стороны, если мы будем с ней как-то грубовато говорить, ее отношение может к нам ухудшиться, но как-то вот справа шкала просто появилась, и из-за этого я еще сильнее переживаю за эти выборы. Но с другой стороны, нам нужно ей показать действительно, что цена ошибки страшна, нам нужно быть строгим. и Кирфилл еще об этом тоже сказал, вот даже не знаю. Давайте попробуем вот так вот сказать. Невежество, я терпеть не собираюсь. Сколько раз тебе повторять какова цена ошибки? Я не невежда. Между прочим, многое в ходе урока я прекрасно усвоила. Если желаешь, я расскажу, о чем возвещает фигура змия. Нет, не об этом тебя спрашивали, но тихо. Столько рвения. Вот тебе следующий вопрос. Ты помнишь, как использовать монету? Следует потереть ее, дабы обрести благосклонность владык? Понятно. В голове одна каша. Мы пропали. Пора забиться в медвежью нору и ждать закономерного конца. неправильно. Откуда ты вообще взяла эту глупость? Ну, прошу прощения, полагаю, некоторые факты спутались в... О, вспомнила. А предугадывая сторону брошенной монеты, можно снискать удачу. Неужели? Выходит, конец света отменяется? Давайте иногда мы будем строгие, но иногда мы будем как бы кнутом и пряником. Вот здесь она сейчас правильно ответила, давайте ее похвалим, что ли. верно, все же что-то в твоей голове таки укладывается. Молодец. Идем дальше. Из чего готовится ведьмина пыль? Так, ну здесь я уже не помню. Серьезно? Прости, я не справляюсь. Молотый фавец, зола, соль и земля. Уже ли так сложно запомнить? Быть может, мне поистине чужд путь ворожей. Отец мудрости дарует шанс осознать ошибку и вернуться на верную тропу. Это в тебе говорит страх неизвестного. Духи нашептывают чепуху, пытаясь исковеркать твою судьбу. Это может быть и благое знамение владыки вот. Может же, да? Как мне не совершить непоправимые ошибки? Кому прислушаться? Давайте помолчим. продолжим. А ты ведь понимаешь, что тебе нужно лучше стараться. Ты должно быть считала, что я буду впитывать знания, будто шерстяное волокно в воду. Отнюдь. Ты просишь слишком многого. да, я требую из тебя немало, но все это слишком важно, как ты не понимаешь, я не потерплю никаких отговорок. хотя я и приближена к богам по праву рождения, мои возможности не безграничны. Ты велишь запоминать, но на подобное я, увы, не способна, никто не способен. Я повторяла все по несколько раз. Этого недостаточно? Нет, ты же видишь, как мне тяжело. Протяни же руку помощи. Повтори хоть кроху своих откровений. Хорошо. Пожалуй, ей впрямь была слишком строга. Поклянись небесами, что поможешь в дальнейшем обучении. Поклянись, что не станешь судить столь строго. Я думаю, если мы все-таки согласимся, это ее действительно успокоит, ее немножко воодушевит, потому что она сейчас вообще абсолютная неуверенность. Нужно ее подтолкнуть нужно ей помочь, клянусь. Тебе следует понимать, коли облака нашепчут мне о твоем обмане, я в момент забуду собственные обещания и покину ведьм навсегда. Видеть земля я не желаю подобного исхода. Ишь, почувствовала силу, понимая, что нам без тебя никуда, благо хоть не шантажируешь. Правильно, иного я и не ожидала. У меня есть шанс навсегда испортить отношение к ведьмаму еще одной владычицы. На подобный риск сердечко, конечно, отзывается бессвязным трепетом. Поскорее бы это закончилось. По правде сказать, я пошла наперекор воле матушки. Ей известно, что я покидала келью. Твою уж дивизию, только этого нам не хватало. Она грозит запереть ставни и лишить меня радости солнечного света, стоит мне вновь послушаться. Оттого и трудно мне было уделить больше внимания твоим научениям. Радуйся, пока научения закончены, этого должно быть достаточно для твоей завтрашней инициации. Посвящение завтра? О, владыки благие, мне до сей поры ничего неизвестно об обряде. Об инициации не следует знать загодя, туда ты отправишься с чистым сердцем и в полном неведенье. Боги мои, помнится, у самой сердце вырывалось наружу от ужаса, как из клетки спасалась, но если уж я, хворая ветошь, пережила инициацию, то и ты справишься. Владыки, защитите ее. До завтрашней ночи ничего не ешь, лишь пей парное молоко. Сегодня выспись, а на завтра ложиться не смей. жди моего прихода. Нива кивает, надеясь, запомнила. Могилка проведет тебя в чащобу. Что? Ах, да, служительница, разумеется. Удивительно, давеча была властная наследница, теперь от нее не осталось и следа. Ты мне напоминаешь росток полыни, такая же вечно горькая и испуганная. Ну, что за сравнение? Мне не по нраву подобное. Ничего общего в нас нет. Нет же. Так, вот здесь иногда варианты ответа прям такие, что вообще очень сложно выбрать. «Как скажешь, девочка полынь, хватит! Ничего смешного, и нисколько я не похожа. Кирфилл, мне ныне поистине страшно. Взгляни, как дрожат персты». «Не дай страхам помешать нашему делу. Но если я подведу ведьм, опять это, сколько уже можно сомневаться? знаешь, что не подведешь? Я в тебя верю. Постараюсь, воистину постараюсь. Именно так. Сомнения вон, оставляем только решимость. Сомнения вон! Глава седьмая «Перерождение» И, как обычно, ребята, здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. Сегодня мы мало вообще куда-то ходили, мало чего делали. В основном мы просто с вами изучали. Но это было прямо очень интересно. С удовольствием я все это читал. Надеюсь, ребята, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok